Шаббат шалом! Благословен Господь Бог наш, Владыка Вселенной, избравший нас из среди народов и давший нам Свою Тору. Благословен Ты, Господь, дарующий Тору. Аминь. И сегодняшняя недельная глава называется «Вайтханан». Это книга «Дворим» или числа с 3 главы 23 стиха по 7 главу 11 стих. И вкратце там говорится о следующем. Начинается она с молитвы Маше Господу. И так, чтобы немножко понять, в какое время мы сейчас находимся, Израиль подошел к Иордану, уже готов перейти дальше, но все мы знаем, что Маше не перейдет, и вот он молится Господу. И дальше, после его молитвы, мы читаем о наставлении народа Маше. Маше наставляет народ, напоминает им за заповеди, которые Господь дал им. С 15 стиха 4 главы Второзакония Маше предостерегает Израиль об опасности идолослужения. И это очень важно, ну, очень важно и в нашей жизни на сегодняшний день, опасности идолослужения, чтобы мы не начали служить каким-то идолам. Потом говорится о городах-убежищах, которые еще Маше выделил по эту сторону Иордана. И после этого начинается период в недельной главе, который, ну, так называемая речь Маше. Она длится дальше, еще в следующей недельной главе, но здесь она начинается. Потом в ней перечисляются 10 заповедей, которые Господь дал Израилю. Опять же, Маше напоминает об этом, чтобы Израиль не забыл то, что Господь им дал, то ценности, то сокровища. И дальше идут наставления народу. И вы знаете, для меня было большим удивлением, зачем так много напоминать, неужели мы так часто все забываем. И в своей жизни я так посмотрел, проанализировал, что таки да, хорошо, что у нас есть символы, которые напоминают нам о Господе, о Исходе. Те же праздники, которые мы имеем, все указывает на то, как Бог нас любит и что у Него есть цель для нас. И в самом начале недельной главы Маше просит у Господа милости, чтобы войти в землю обетованную. Название Вайтханан переводится как «И молился». И молился именно в ракурсе, и молился, и просил милости, милости перейти по эту землю, ой, не по эту землю, через Иордан перейти в землю обетованную. Но Маше получил ответ, который и так уже ранее звучал и остался неизменным, что он не перейдет. Но что ему необходимо научить народ, наставить народ и передать все Иисусу Навину. Что Иисус Навин введет народ в землю обетованную и будет дальше вести его. И дальше мы читаем о том, что Маше увещевает народ, и что он напоминает соблюдать заповеди Божии. И в законе 4 глава 5-6 стих. Вот я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Господь Бог мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех стих становлениях, скажут, «Только этот великий народ есть народ мудрый и разумный». И Маше, напоминая о заповедях, акцентирует внимание еще на том, чтобы народ не забывал о том, откуда он вышел, чтобы они помнили, как вывел их Бог из Египта. Хотя это было уже и новое поколение, но наверняка они были обучены тому, той истории и тем чудесам, которые Бог совершал с народом в пустыне. И дальше Маше объясняет опасность идолослужения для народа, потому что, когда народ войдет в ту землю, там уже были разные племена, и они поклонялись идолам различным. И Маше предостерегает народ, чтобы народ Израилев не перенял эти обычаи, не перенял то, что находилось в тех племенах, тех идолов. И это Второзаконие, 4 глава, 25-28 стих. «Если же родятся у тебя сыны, и сыны сынов твоих, и долго жив на земле, вы развратитесь, и сделаете из вояния, изображающее что-либо, и сделаете зло сие пред очами Господа Бога вашего, и раздражите его, то свидетельствуюсь вам сегодня небом и землею, что скоро потеряете землю для наследования которой вы переходите за Иордан. Не прибудете много времени на ней, но погибнете, и рассеет вас Господь по всем народам, и останетесь в малом числе между народами, в которым отведет вас Господь. И будете там служить Богам, сделанным руками человеческими из дерева и камня, которые не видят и не слышат, и не едят и не обоняют». И прямым показателем того, что Израиль отступил от Господа, должно было быть рассеяние. И как мы знаем позже, Израиль таки отошел от Бога и был рассеян, был рассеян по другим странам, были пленения, вы также об этом знаете. Но у Господа всегда не цель нас наказать, у Господа цель нас исправить. И всегда есть, даже если мы совершаем что-то не по воле Божьей, у Бога есть план для возвращения нас в отношения с Богом. У Него всегда есть надежда. Надежда на то, что мы можем примириться с Ним и снова вернуться в Его присутствие. Из 29 стиха 4 главы Второзакония написано, «Но когда ты взыщешь там Господа», то есть там в рассеянии, это как продолжение того, что я читал ранее. «Но когда ты взыщешь там Господа, Бога твоего, то найдешь Его, если будешь искать Его всем сердцем твоим и всею душою твоею. Когда ты будешь в скорби, и когда все это постигнет тебя, в последствии времени, то обратишься к Господу, Богу твоему, и послушаешь глаза Его. Господь Бог твой есть Бог милосердный. Он не оставит тебя и не погубит тебя и не забудет завета с отцами твоими, которые Он клятвы утвердил им». И слава Господу за то, что наш Бог всегда дает нам надежду и шанс примириться с Ним. За то, что как бы далеко мы от Него не отошли, у нас все равно есть путь, по которому мы можем вернуться к Нему, вернуться к отношениям, в отношения с Ним. И вы знаете, далее говорится о городах-убежищах. И вот с пятой главы начинается перечисление 10 заповедей. Для народа, который, в общем-то, их уже знал, но опять же Маше делает большой акцент на то, чтобы люди помнили 10 заповедей. Также он акцентирует внимание потом народа на то, что напоминает им о том, что народ согласился исполнять эти 10 заповедей, что очень важно, потому что иногда мы можем с вами забыть, что мы дали Господу обещание служить Ему, какие-то либо обещания, но есть напоминание о том, что было тогда, когда народ согласился и сказал, «Да, Маше, все, что тебе Господь скажет, мы будем исполнять». И здесь Маше им напоминает об этом. Также Маше дальше напоминает о необходимости обучения детей. Это вообще жизненно необходимая часть была народа для обучения будущего наследия, ходить с Господом, ходить в отношениях с Господом и знать Бога. И также эта ответственность на нас на сегодняшний день также актуальна. У каждого из нас есть, даже если не у всех есть дети, то у каждого из нас есть люди, которых мы можем наставлять и которым мы можем говорить о Боге. И в Таразаконе 6, 20-25, Маше, тут написано о важности научать детей. «Если спросит у тебя сын твой, в последующее время говоря, что значит сии уставы, постановления и законы, которые заповедовал вам Господь Бог ваш, то скажи сыну твоему, рабами мы были у фараона в Египте, но Господь вывел нас из Египта рукою крепкою. Явил Господь знамения и чудеса великие, и казни над Египтом, над фараоном и над всем домом его пред глазами нашими. А нас вывел оттуда, чтобы ввести нас и дать нам землю, которую клялся отцам нашим. И заповедовал нам Господь исполнять все постановления сии, чтобы мы боялись Господа, Бога нашего, дабы хорошо было нам во все дни, дабы сохранить жизнь нашу, как и теперь. И всем будет наша праведность, если мы будем стараться исполнять все сии заповеди пред лицом Господа, Бога нашего, как Он заповедовал нам. И я хотел бы еще обратить внимание на само время, когда Маше это говорил. Вот он уже стоял, как на пороге своей смерти. Он знал, что Израиль войдет, а он нет. И несмотря на то, что он молился Господу, Бог не изменил свое решение. И вы знаете, он по-человечески мог бы уже сломаться, сдаться и сказать, ну раз я не войду, тогда это уже их проблемы. Но здесь мы видим, что Маше был смиренным человеком, и он принял Божью волю, такую, которую Бог решит, даже может быть невыгодную для него, неудобную, ну потому что он знал, что он умрет. И перед смертью он говорил самое важное. И он повторил все самое важное, что нужно было для Израиля. И в этой ситуации это было преимуществом Маше в какой-то части, что он знал, что он не войдет в землю обетованную. Он мог подготовить, ну выложиться полностью для того, чтобы наставить Иисуса Навина, для того, чтобы наставить народ. И благодаря тому, что он все равно был послушен Господу, послушен в выполнении своего призвания, народ таки дальше перешел, и перешел не просто хаотично, а он перешел с законом, с Иисусом Навином, который был обучен. И вы знаете, есть еще один человек, благодаря которому мы имеем большое благословение в нашей жизни, и это Ишуа. Он тоже знал свою судьбу, знал, к чему он идет, что его ожидает. Но и он также молил Господа перед, ну как бы, перед смертью, он также молился Господу. Матфея 26, 39. «И отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил, «Отче мой, если можно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты». И мы здесь видим тоже, что он был послушен Богу, несмотря на то, что он тоже, Ишуа, должен был умереть. Но он принял это от Господа, и через его смерть мы сейчас имеем возможность вообще иметь отношение с Господом. И это стало благословением не только для окружающих тогда его людей, но это стало благословением для всех людей, которые родились потом, для нас с вами, и для всех, кто еще родится. Жертва Ишуа станет единственным вариантом, как можно вообще получить спасение и иметь отношение с Господом. И дальше мы читаем в Иоанна, 1 Иоанна, 5 глава, 10-й, 13-й стих. «Верующий в Сына Божие имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствовал о Сыне Своем. Свидетельство сие состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную, и сия жизнь в Сыне Его. Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сия написал Я вам, верующим, во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». И вот это последствия послушания Иешуа. И вы знаете, если вы проходите какие-либо сложные этапы, где, может быть, Бог вас чего-то лишает, как вот, если вы были на освежающих потоках, то когда была проповедь Валентина Романовича, про дерево вы еще видели, как вот обрезает Господь. Если Бог вас сейчас в чем-то обрезает, то вы знаете, не смотрите на временные сложности, которые есть в вашей жизни, а смотрите на цель, которая будет дальше, на то благословение, которое будет для вас и для окружающих вас людей, потому что вы можете не всегда даже в полной мере понимать, какое это будет благословение для других людей и для вас лично. И я ободряю всех вас и меня в первую очередь хранить заповеди, соблюдать их, стараться соблюдать все, что можно, потому что Господь вложил эти заповеди в наше сердце. и в послушании и смирении принимать Божью волю в нашу жизнь и слушаться, и идти за Господом, и исполнять то призвание, которое Он дает для каждого из вас лично. И пусть Бог вас благословит в этом. Аминь. 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 Продолжение следует...